15 марта, вторник на календаре. Это утро в Петербурге. Николай Растворцев и Мария Новикова-Ахонская. В вашей компании предлагаемся отправиться в самый центр. Вот, пожалуйста, Петропавловская крепость на нашем большом экране. Именно там в эти дни проходит выставка, которая посвящена 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета. Это пять залов, экспозиции которых посвящены разным этапам истории с ПБГУ, достижениями его преподавателей и студентов Петропавловской крепости. В эти минуты находится наш коллега Илья Шевченко. Илья, доброе утро, тебе слово. Доброе утро, коллеги. Приветствую вас из настоящего профессорского кабинета. Именно с таких рабочих мест начиналась история Санкт-Петербургского государственного университета, старейшего вуза в России, ровно 300 лет назад. Изучим подробнее выставку, посвященную юбилею вуза, с первым проректором СПБГУ Еленой Григорьевной Черновой. Елена Григорьевна, доброе утро. Доброе утро, уважаемые зрители канала Санкт-Петербург. Хотел бы, прежде всего, спросить как раз о реконструкции кабинета профессора, у которой мы сейчас находимся. Расскажите, к какой эпохе, к какому веку или даже десятилетию относится эта реконструкция? Эта реконструкция относится ко второй половине XIX века, поэтому это уже более ста лет после создания университета. Классический профессорский кабинет, его рабочий стол, стул, рабочий инструмент под названием «Пишущая машинка Ундервуд». Если это были представители естественно-научного знания, то, как правило, основным инструментом для проведения исследований был микроскоп, который тут также представлен. Я правильно понимаю, что это все подлинники? Это подлинники, которые восстановлены здесь, реконструирован кабинет при помощи тех предметов из коллекции «Музей истории Санкт-Петербурга», совместно с которыми Петербургский университет и проводит выставку, посвященную трехсотлетию своего юбилея. Я предлагаю перейти на сто лет, чуть больше, чем на сто лет раньше, и перейти к общему своду законов Российской империи. Расскажите, почему он так важен для университета? Это подлинник полного собрания законов Российской империи, начиная с 1649 года, в котором опубликован указ императора Петра I об учреждении Академии наук, как гимназии и университета при нем. Поэтому это наш основной документ, подтверждающий трехсотлетие Петербургского университета. И предлагаю перейти в соседний зал, чтобы буквально воочию увидеть почти все 300 лет существования университета, его научной деятельности. Это палеонтологический зал, минералогический и не только. Елена Григорьевна, расскажите, пожалуйста, что здесь представлено? В этом зале представлены предметы из коллекции естественно-научных музеев университета, минералогические музеи, петрографический музей, музей палеонтологии. И из этих музеев здесь представлены различные предметы. Это история университета в камнях, история России на самом деле, и не только России. Те предметы, которые здесь представлены, представляют достаточно большой интерес абсолютно для всех, начиная от школьников, заканчивая большими исследователями. Предметы из этой коллекции изучаются нашими студентами в процессе освоения ими выбранных ими научных специальностей по геологии. А вот этот центральный предмет, это фрагмент декоративного убранства фасада английского дворца в Петергофе, представленный здесь не столько как образец изобразительного искусства, сколько как представитель известняка той породы, из которой созданы многие дворцовые ансамбли города Санкт-Петербурга. Елена Григорьевна, я очень коротко хотел бы напоследок рассказать о том, что представлено здесь. Расскажите, пожалуйста, что это за модели. На этой витрине представлены модели бренделя. Это те модели, по которым изучалось строение растений, в первую очередь цветков, которые здесь изображены. Ну, кроме этого, и мхи изучались, и цветки. И они живые в том смысле, что они являются элементом не только выставочной деятельности, но и образовательного процесса. Были эти модели уникальные абсолютно. В 1866 году Роберт Брендель, а потом сначала в Бреслау, а потом в Гренландии под Берлином создали вот эти модели. Сегодня они представлены здесь. Сегодня они представлены в коллекции Петербургского университета и вывезены на нашу выставку 300 лет Петербургского университета. Большое вам спасибо за эту экскурсию по истории, по научным достижениям старейшего университета России. Вот, казалось бы, столько всего мы успели показать, но это на самом деле только малая часть выставки. Здесь есть экспонаты и музея Набокова, музей Менделеева. Все они существуют при СПБГУ. Все-таки жизнь университета была и остается очень богатой и динамичной. Коллеги, вам слово. Илья, спасибо тебе.